горгаз я не знаю может быть это сегодня тот самый центр где можно все сделать недорого причем качественно поменять масло на сервисе феникс вот заформить договор и заправляться хорошим качественным газом на сети заправочных станций и и самое интересное вот не зарастет умная народная тропа сюда потому что здесь расположена фирма и как газ которая может переделать любой автомобиль на газовое топливо и теперь скажем что по идее на газу должно ездить более 70 процентов двигателей внутреннего сгорания вот так вот что такое да естественно и реально это экономия причем в два раза по сравнению с бензином а если бензин подорожает до уровня европы то вариант с газом останется единственным поэтому лучше сделать все заранее и поставить себе ту вещь благодаря которой за 10 лет эксплуатации автомобиля вы сэкономите еще на один автомобиль а полетели господа засуха новые акцизы на топлива и фиг вам автолюбителей транспортный налог в цен топлива то есть ввп это вероятно вообще прибыли нет и кризма знай свое место догадайтесь трех раз что а точнее кого принято держать в воном месте то есть информационная почва для скачка цен готова готовьтесь платить больше человек разумный разумно постарается этого не делать то есть сэкономить автомобилист разумный забудет бредятину и поставит газовое оборудование вариант сделать это фирме эко газ нами предпочителен себе поставили и вам советуем нашу друг кризис это не только заставил алексея чалейкина купить себе 6 литров автомобиль но и вы купили 5 и 2 до стараюсь потому что за эти деньги такой автомобиль это самое нормально ты решено было сразу что поставить газовое оборудование поставить простейшие самые немонов краска самый простой но потом потихоньку начнем колеса переобувать все давайте скажем в волшебных шабузер в рублях деревянных наших сколько обошлось 16 половиной тысяч на в 8 5 и 2 5 и 2 двигателя 220 лошадей ну и как вот ощущение то вообще как бы наши движки вот эти объемные они насколько ты знаешь тянут прямо вот только завелся 700 оборотов уже полетел на нем скорость вообще не чувствуется разгоняется махом также как и на бензине то есть практически ничего не поменялось все то же самое осталось только считать деньги экономить да только экономить и все на заправке потому что экономия большая 2 раза почти кстати установка газовое оборудование правильная установка позволяет обходиться и без глубокой препарации и даже с минимумом новшеств естественно это удешевляет процедуру и почти в два раза ну тут как говорится кому что охота либо впрыск отдельный в каждый канал либо моно хотя по сути разницы нет теперь по сути то что не умеют делать 95 процентов сервисов нет конечно по эскуранте и там возможно есть и замена ремня либо цепи грм и установка угла опережения зажигания но людей опытных и набивших руку там нет а мы знаем что опыт и умение это главное естественно тот кто меняет вид топлива и настраивает движок делать это умеет так что по мелкосрочке это тоже сюда навыки которые давно уже потеряны большинством мастеров ломастеров и навыки которых нету у вчерашних выпускников птум который устроились в дилемские центры так вот я сомневаюсь что они смогут поменять ремень грм пост настроите зазор клапанов вот посмотреть там мелочевку установить правильно зажигание кстати тему достаточно актуально и в том числе и для иномарок ну бывает такое сбивается да что-то проскочила проскользнула в общем мелкосрочный ремонт а кто этим умеет заниматься но естественно если человек ставит газ то есть немножко влазит в конструкционные особенности он этого делать может настроить поменять ремни в общем сделать ту самую мелкосрочку и сегодня не только поставить газ такой высокорентабельный но и отремонтировать автомобиль можно здесь